здравствуйте ребята привет это видео ни о чем сразу говорю для всех ни о чемщиков как прикольно ехать за такой же машины на которой едешь сам интересно иногда народ реагирует иногда реагирует иногда вообще нет мужики чаще реагируют сразу вам говорю женщинам они свою машину не узнают не узнают без ножа без нажатия ключа на без нажатия кнопки на ключе чтобы замигала а тут еще такую же чужую так вообще забудьте но сегодня у нас относительно теплое утро по сравнению со всеми предыдущими днями так недели две сегодня у нас какое там сегодня 16 ноября сегодня уже становится холодно уже становится не очень конечно приятно но что есть то есть а между прочим я думал прямо поехать я по привычке а по привычке поехал сюда а или потому что вот эту машину увидел знаю знаете что я заметил интересного немножко даже необычно еще вот несколько дней назад я уже где-то был в магазине каком-то валмарте там чудо я был уже блин уже блин рождество все украсили уже музыка в магазинах играет на праздник еще только там 13 14 было 15 ноября а уже 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 все некоторые даже дома свои уже украсили что самое интересное вообще как даже странно вот так что там мужичок какой-то сидит за рулем по-моему он живет где-то возле меня хотя да ладно короче было он была у нас одна на соседней улице машина такого же цвета как у нас а нет нет белая была а потом а куда-то делась и потом появилась вот такого цвета вот это возможно это она и есть я учет не помню ну в общем такие дела господа очень почему-то почему как-то сильно рано все уже начинают там украшаться обычно все-таки это происходит после дня благодарения а тут вот почему-то так почему-то намного дольше чем обычно а самое интересное что в этом году день благодарения он пораньше чем обычно все дело в том что в ноябре этого года пять четвергов а день благодарения отмечается в 4 четверг ноября соответственно чаще всего день благодарения почти в конце месяца там после 25 числа там где-то да о здесь асфальт давно пора бы поменять много где поменяли а вот тут пока почему-то нет в общем уже так ближе все-таки к концу месяца день благодарения а в этот раз так как четверг то не последний многие кстати ну не многие но некоторые думают что последний четверг ноября праздника на самом деле не последний четверг ноября на 4 и вот когда пять четвергов в месяц это ну то получается что не последний обычно так и он последний чаще всего по календарю получается так что праздник даже раньше и ну очень часто у людей ну что-то вроде традиции очень часто люди там свои дома начинают выходить украшать ставить там какие-то вот надувалки всякие выходные вот после дня благодарения потому что чаще всего день благодарения это праздник и пятница после этого праздника она тоже чаще всего это выходной день кроме государственных работников если не берешь сам выходной за свой счет ну в счет отпуска да там нет а во многих частных компаниях смотрите на эту улицу надо блин переасфальтировать уже все переасфальтировали а я вот с камерой поехал именно на этой именно по этой улице очень часто в пятницу значит тоже выходной практически во всех частных компаниях ну я дальше понимаете субботу и воскресенье и вот субботу и воскресенье чаще всего люди выходят на улицу и начинают ну там вешать лампочки на свои дома мы тоже этим займемся примерно в такое время и я как-то не хочу за толпой следовать и прямо прямо уже сейчас я не знаю почему все вдруг так решили как-то слишком рано срочно подготовиться к зимним праздникам но вот почему-то в этом году вот так то есть не только кто-то никто не только люди там только дома а вот магазинах даже везде данкин донатс заходил парней назад там дед мороз сидит ну дед мороз санта-клаус него короче все одно и то же по сути это все одно и то же а знаете кстати какие дети могут хитрые быть да говорят а ты вот можешь ответить на вопрос но только точно правду сказать ну типа дальше говоришь да и так и вопрос такой а дед мороз правда существует нет наши дети таких вопросов не сдавали но моих друзей дети такой вопрос задали или не такой какой же был вопрос в общем что-то по этому поводу то ли блин зубная фея дед мороз короче пусть дети верят пока в сказку пока маленькие я думаю что ничего там плохого в этом ничего такого нет праздника ждут и весело ожидают хорошо себя ведут ближе к празднику в общем человек какой-то в маске стоит на улице один в 2023 году стоит на перекрестке переходить дорогу в маске ребят я не могу я не бы вот вы можете критиковать сколько угодно ругаться там какое твое дело пусть они ходят как хотят не они пусть ходят как хотят понятное дело но мне от этого все равно смешно и но я не могу я не могу не смеяться потому что это но это так тупо а с другой стороны вы знаете это совершенно совсем не смешно потому что я уже я уже говорил в каких-то видео может даже не один раз те люди которые до сих пор вот в этом году в 2023 они до сих пор носят маску эти люди голосуют за тех кто с удовольствием повернул масочный режим еще надолго-надолго вернул бы с удовольствием и они очень хотят чтобы это вернул чтобы все так ходили тоже потому что они до сих пор боятся великого ужасного ковида которым уже три с половиной года да даже четыре между прочим я помню первые разговоры про китай начались в декабре девятнадцатого года а сегодня hello а сегодня ноябрь двадцать третьего года в общем ребята не знаю как вы но я считаю что эти товарищи очень очень опасны для общества в плане их психологии не в плане того что это их дело там пусть как хотят а именно в плане плане их вот того что они к сожалению хотят все навязать всем а не только самим себе вот ничего хорошего в этом нет господа надеюсь все таки что но таких уже мало таких все равно попадаются когда идешь магазин обязательно хоть один кто-то но чаще больше все кто-то ходит вот в маске идет но ходят они и ходят но я говорю главное чтобы они не навязывали вот это вот всему обществу и был и тогда будет все нормально пусть ходит хоть до самой смерти и могут быть даже похоронены в маске мне в принципе все равно если опять же я же говорю если они не навязываю все ремонт дороге здесь какой-то хорошо на том светофоре объехал объехал очередь люблю это делать когда пустой ряд правый или левый и главное все легально там же не написано что полоса только на поворот люблю это делать взял объехал и поехал дальше а на этой машине рвануть с места это же это же самый кайф если там не тесла стоит или не какой-нибудь супер бмв который быстрее тесла едет есть такие бензиновые но есть такие у моего друга одного есть такой бмв который за 2,7 секунды до 60 миль разгоняется а тесла за 3,1 секунду ну то есть вот так вот так а здесь а здесь нет знака нового turn on red по-моему раньше было не было короче уже все равно зеленый свет загорелся пока я рассуждал можно поворачивать на красный свет здесь или нельзя уже так зеленый свет загорелся ну и черти что-то какая-то то ли стройка то ли чё как плохо выглядит а вот дальше дальше здесь был пустырь раньше ничего не было тут он еще я смотрю какие-то склады строят а так здесь построили во первых здесь новая заправка вава вот здесь вот недавно открыли я случайно заметил потом здесь магазин еще футблокер доллар сто о тут один вал март я смотри я помню открыли а тут теперь вон и стейкхаус какой-то и еще что-то кроме вал марта тут вон еще что-то открыли чиквилей знаете почему-то чиквилей очень популярный фастфуд но там куриные там все блюда из курицы в основном но вы знаете мы как-то заехали попробовали блин он дороже чем другие да ну фастфуд это вообще ничего хорошего нет и лучше как бы поменьше то есть ладно в дороге когда-то где-то но не так вот возле дома а мы заехали попробовали блин ну ничего ничего такого нет почему почему он считается популярным ну не считается почему он популярный и почему в него всегда такие огромные очереди честно говоря я не понял но можете я чего-то не понимаю не знаю но обычные как бы до куриные бутерброды куриные сэндвичи по-английски сэндвич это называется до куриные бутерброды ну не счет такого реально ничего такого кто-то вот почему-то очень-очень популярна и прям прям такие очереди на этот drive true стоят вот этот вот когда машины забирать просто вообще ужас какой-то не знаю как можно в этих очередях стоять ради ну как бы рад то есть я не совсем по ради чего из очереди они есть понятно но непонятно зачем так ладно встанем мы вот здесь и и мне надо будет сходить в магазин кое-что там подобрать и все ну что ж а вам всего хорошего как говорится да вот такое вот видео ни о чем совсем ни о чем но я думаю кто-то из вас останется довольным пока